Узнать о традициях братского народа и наладить межнациональные связи. В столице региона прошел международный телемост в единстве нашей силам. Юные самарцы пообщались с братьями-белорусами, которые сегодня отмечают День народного единства. Ребята рассказали друг другу об историях этого праздника в родных странах, о традициях и обычаях. Это сплочение двух народов. Цель этих мостов, чтобы дружили дети из России и дети Белоруссии, дети Самары и дети из Бреста, чтобы лучше понимали культуру белорусского народа и знали свои традиции. Самара и Брест стали городами-побратимами в 2022 году. С тех пор между Библиотекой народов Поволжья и Центральной библиотекой Бреста заключено соглашение о культурном сотрудничестве. В марте сотрудники Самарской библиотеки побывали в Беларуси на творческой встрече. Регулярно проходят и телемосты между школьниками. Ученица 8 класса 13 школы Вероника Щеголева рассказывает, всегда участвует в мероприятиях с интересом и мечтает поехать в Беларусь. Узнала какие-то достопримечательности Беларуси, еда, национальное блюдо. Знать больше нового, мир держать между друг другом. Мне очень понравилось, потому что я, как считаюсь, театральный человек. Мне вот такие мероприятия очень нравятся, особенно когда можно установить связь между другими городами. Это очень здорово, когда ты сможешь пообщаться с другой аудиторией. Можно обменяться опытом. Они интересны тоже ребят, с которыми можно найти общий язык и поболтать с ними о разных темах. Мне понравилось, как они рассказали свою историю, что они вот так вот рассказали о своих достопримечательностях, о себе. Ближайший телемост, который планируют провести в библиотеке, состоится 24 сентября и будет посвящен семье. В нем примут участие школьники из Самары, Бреста и Нефтеюганска. Полина Чулякова, Константин Головин. События.